Не смогли отказаться от жареной отбивной, а теперь мучаетесь от дискомфорта и тяжести в животе? Больше этого не произойдет! Ведь жирная пища не страшна, если на вашем столе есть уникальный по своим свойствам соус. Но из чего же готовят это чудо-блюдо? Знает мое чудо-юдо. Самвел Адамян, встречайте! Ты прям с тихами заговорила. Я пришел со своими друзьями. Алексей и Игорь, это мои друзья-коллеги. Встречаем! Днепропетровского оперного театра. Артисты за спектакль теряют 2-3 килограмма. И потом, естественно, хочется очень есть. Не просто супчик похлебать, а хочется вот именно мяса, чтобы оно жирненькое было. Потому что надо как-то восполнить свои силы. Можно даже посмотреть видео, я снимал. В общем, всем привет, мои хорошие, мои любви. У нас прошел спектакль «Свадьба Фигара». Да, спектакль прошел хорошо. В общем, да, я такие крылышки приготовлю сегодня принес. Давай, с нас скорее. И Игорек Дужелюга. Ты знаешь, что я люблю Наполеон? Магазин через дорогу. А я люблю Крылышки. А потом звонишь мне по ночам и рассказываешь, как тебе плохо, как у тебя живот, как у тебя тоже. Что, серьезно? Ну я же много съедаю, ну а как? Хорошо, давай в следующий раз кое-что приготовлю, что ты будешь есть жирное, жареное, и у тебя не будет живот болеть. И Наполеона не надо. И Наполеона, да. Кому что, ну Леша, мы на что, ресторан тут или что? Давай, давай. Давай, давай, капец. Мастер-шеф. Да. Вот, и они меня, можно сказать, обидели. В такой хорошей компании, да еще и после спектакля сложно остановиться и не съесть еще одно жирное крылышко. После работы голодный наедаешься до отвала. А потом страдать от тяжести в животе. Да, Самвел, после того ты нам пообещал сделать что-то такое, что пища будет проходить с легкостью. И мы ждем от тебя этот сюрприз. Я решил как-то исправить эту ситуацию. Я в интернете посмотрел, что в Европе подают некий соус, который нейтрализует вот это ощущение тяжести. И вот мы проэкспериментируем. Ой, ребрышки. Знаешь, какие вкусные. Да, держи подальше от меня. Ребята, Игорь и Алексея будут есть что-нибудь жирненькое, что ты там им припас, вместе с соусом, который Самвел заранее приготовил. А потом поделиться своим ощущением, был ли дискомфорт в желудке, как раньше, от жирной еды. Это такая сочная утка и такие сочные, жирные, можно сказать, ребра, но они с соусом. Поэтому я вам сейчас их даю. Ну, давай. Вы можете смело есть сколько угодно, только с соусом. Давай. Посмотрим, посмотрим. И что не обляпайте. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Посмотрим, что за секретный ингредиент. Да, переедание гарантировано. От таких блюд дискомфорт в животе точно будет. Обычная картина для праздничного застолья. Соуса там достаточно, как вы думаете? Соуса, да, более чем, мне кажется. Посмотрим, да. Поешьте соусом, просто так не нажирайте. Вы сейчас поедете и скажете, что на мой тяжело. Мы ложечку взяли уже для соуса. Соус называется рован джели. Для его приготовления нам понадобится лук, яблоки, чеснок, имбирь, горький перец, винный уксус, мели-сунели. Сахар и вот этот секретный ингредиент, Надя. И, кстати, вот этот секретный ингредиент можно достать прямо на улице. То есть его не надо в определенных супермаркетах покупать. Он есть везде. Только стоит как бы знать, как его использовать. Ну, в принципе, сейчас уже что можно сейчас сорвать? Уже все выросло и урожай собрали. Стощенный все. У тебя, кстати, под окнами такое растет, чтобы ты знал. Так, чистим яблоко. Давай, Надя, ты чисти яблочки. Ну что, вкусно уточка? Очень вкусно. Знаешь, такой необычный соус. Да, знаем, что соус может быть томатный, соевый может быть, чесночный. Майонез, да. А вот это пока как-то мы не можем понять. Непривычный, да? Да. Ну, вкусный? Очень. Вычищаем внутренности у яблока. Смотри, Надя, берем такую чашку, вставляем в комбайн. Так что, сам был яблоки, это основной ингредиент этого соуса? Не, не яблоки, Надя. Ну что ж, Надя, пришло время открыть тайну, какой это ингредиент секретный. Вы жуйте, жуйте. Барабанная дробля. Хоба. Ну попробуй. Это черноплодная рябина? Да, это черноплодная рябина, Надя. И, кстати, такая рябина, если бы ты бачила, растет у тебя прямо под окнами. Понимаешь, вот эта кислинка, которая дает рябина, она помогает интенсивно выделять желудочный сок. И быстрее переваривать жирную пищу без последствий для организма. Да, вот это британские диетологи доказали, что именно рябиновый соус, он отлично справляется с жирной пищей. У кого есть проблемы с желудками или с кишечником, то не стоит злоупотреблять вот этой ягодой. Вот, и этим соусом тоже. Это может приводить к изжоге. Кто бы мог подумать, что такой ингредиент, который мы практически никогда не использовали в блюдах на нашей кухне, вдруг нам пригодится таким неожиданным образом. Гениально. Да, я бланшировал вот эти ягоды заранее, я пять минут подержал их в кипятке. Засовываешь кипяток и на ситечке... Черноплодная рябина без косточек. Да, без косточек. Не такая терпкая, как обычная красная рябина, если ее еще не приморозили. Но все-таки терпкость есть. И ты, когда ее бланшировал, ты избавился от этой терпкости, да? Да, ушла немножко такая терпкость. Но в самом соусе она вообще не будет ощущаться. Отлично. Засовываем лук в комбайн. Нам надо его измельчить. Так. Забрасываем ягоды. А тут будем нарезать кубиком лук. Благодаря нашей кухонной машине мы можем делать несколько процессов одновременно. Специальная насадка нарезка кубиком измельчила яблоки и лук до кубиков одинакового размера. А благодаря насадке кухонный комбайн в нашей кухонной машине мы справились с задачей превратить... ...черноплодную рябину в однородное пюре. О, видишь, как быстро кубиком. Бук выбрасываем в кастрюлю. Теперь засовываем яблоки. Осторожно. Давай яблоки, Надя. Пожалуйста, Самвел. Давай, давай. Смотри, как кубиком хорошо оно, да? Так, это у нас готово. Все. Так, смотри, Надя, яблоки готовы, лук тоже. Пюре у нас получилось. Так, наливаем растительное масло. Вот в такую кастрюльку. В ней мы прямо обжарим лук. Так, теперь, Надя, не стой. Чеснок чистить. И весь на нервах почему-то. Неплохой эксперимент, правда? Совершенно неопознаваемые ингредиенты в этом соусе. То есть вы не узнали вкус черноплодной рябины? Нет. Тут уже кипит масло, глянь. Так, теперь это у нас пюре. Мы переложили его в такую мисочку. Так, вот это порежь мелкий. И то меленько порежь тоже. И вот это натереть надо. Надо бить орку, Надя. Хорошо, что ты успеваешь раздавать указания. Да, это я люблю. Так, а вы ешьте. Добавляем вот сюда к луку. Он чуть-чуть поджарился. Яблоки натертые вот этим кубиком. Так, и чуть-чуть водички. Но я не использую простую водичку с крана. Знаешь, яку? Яку? Дистиллированную. Да, это у меня там, где я бланшировал ягоды. Осталась эта водичка, она с запахом ягод. И я немножко добавляю водичку. Ну да, более насыщенный вкус будет. Так, переколошматим вот это все. Так, теперь чеснок, Надя, готово к тебе? Давай чеснок. А сколько имбиря? Имбиря на 3, ну грамм 10. Так, теперь перемешиваем. Надо чуть-чуть подсолить его. Соль-то усилитель вкуса. Вот так, чуть-чуть подсаливаем. Так, добавляем туда 150 грамм сахара. Это точно? Не слипнется ничего? Не слипнется. Потому что рябина, она такая кислогорькая даже. Она противовесная. Да, мы сейчас на вас и проверим, слиплась у вас в чине. Так, давай имбирь. 10 граммов, ты сказал. Вот это 10 граммов. Так, и теперь давайте красный перец. Вот красный перец, надо кончик перца отрезать и его так и измельчить. Надя, вот это пару минут должно пробланшироваться. И мы туда добавим ягоды. Вот это вот пюре, которое измельченное. Но перед этим мы добавим еще. Одну чайную ложку хмели-сунели. Надя, ты любишь хмели-сунели? Да. Я тоже люблю. Бачок, у нас много общего. Так, смотри, оно пропассировалось 5 минут. И мы добавляем туда ягоды, которые мы измельчили в пюре. Конечно, у черноплодной рябины очень яркий вкус. Такая терпкая она. И смягчить это необходимо, иначе соус будет невозможно есть. Но ребята сказали, что соус очень вкусный. Поэтому я с нетерпением жду результата. Глянь, сколько посуды замазов. Ну, грязная посуда, значит, надо мыть. Ладно, я помыю. Для мытья посуды я использую безопасные экологические средства, которые подходят даже для детской посуды, так как не содержат вредных веществ. Они хорошо очищают посуду от жира и других загрязнений с помощью натуральных компонентов в составе масла оливы и экстракта лимона. Кроме того, не вредят коже и защищают ее от воздействия воды. А удобный дозатор позволяет использовать столько средства, сколько нужно, не расходуя при этом лишнее количество. Надя, теперь в соус надо добавить 3 столовых ложки винного уксуса. Раз, два, три. Именно винный, а яблочный нельзя заменить? Ну, желательно винный. Понимаешь, этот винный привкус, вин будет тогда ощущаться лучше. И теперь надо, чтобы соус уварился, ну, это на слабом огне. В приготовлении соуса мы использовали сахар и уксус, которые не только усилят вкус блюда, но являются консервантами. Если мы захотим законсервировать этот соус, то мы можем это спокойно делать, потому что там есть уксус и сахар. Все, соус готов. Он уварился, но его надо еще раз измельчить, потому что там же яблочки, помнишь, не делали? Так, заливаем в чашу. И включаем. Если оно горячее, то надо потихоньку сначала, а потом можно сильнее. Надя, соус готов. Готов, да. Довите, сколько у нас соуса получилось. Так, пусть он пока остывает, соус. Соус готов. Для меня он остается загадкой. Я сейчас напомню, как мы готовили это удивительное блюдо, а потом мы, наконец, его попробуем. Для рябинового соуса возьмите черноплодную рябину, яблоки, лук, чеснок, хмели-сунели, перец чили, сахар, имбирь, винный уксус, растительное масло. Обжарьте лук с чесноком до прозрачности. Добавьте нарезанное яблоко. Готовьте 5 минут. К овощам с яблоком добавьте воду, в которой бланшировали черноплодную рябину, и тушите еще минут 5. Бланшированные ягоды рябины измельчите до состояния пюре. Смешайте с другими ингредиентами. Затем добавьте сахар, винный уксус, имбирь. Добавьте хмели-сунели и перец чили. Тушите соус 20 минут. Затем доведите до однородной консистенции. Соус подавайте к мясу. Мясо выглядит так аппетитно. Действительно, в такие моменты понимаешь, что есть риск съесть слишком много, и потом ощущать тяжесть в желудке. Чтобы не набрасываться на мясо и соус, я предлагаю небольшую паузу. Выпьем по чашке кофе, а потом пробовать. Хорошо? Да, конечно. Нескафе Классик. Тщательно отобранные натуральные кофейные ягоды из Бразилии. Конечно, получилось так. Ребята, Алексей и Игорь, поели чуть раньше жирненького и побольше, чем я сейчас попробую, вместе с соусом из черноплодной рябины. И вы сейчас, понимаете, как эксперты по этому соусу, уже можете вынести вердикт. Как ощущение, есть ли тяжесть в желудке? Но наши надежды не сбылись. То ли мы очень много съели, то ли соус не подходит, но тяжесть в желудке есть. О, Боже. Сам был соус неплохой, конечно, но что с этим делать, я не знаю. Все, Игорю вон скорую вообще надо. Да ты что, там и шутят, Надя. С таким довольным лицом Игорь на скорой не уезжает. Ну. Пошутили. Ну вообще, представляете, какие друзья, понимаешь? Так, Надя, я как-то бил и вонуть туда. Да, я хочу побольше соуса попробовать. Знаешь, убедиться, для меня важно, чтобы он... С мясом. Ой, Боже, Надя. Да, перманировал с мясом, это во-первых. Ну, а во-вторых, чтобы он решал проблему тяжести после... Соус очень вкусный. Обалденный, скажи, да? Да. И чувствуется вот яблоко немножко, да, теперь вот? Почему оно перебивает вот вкус, вкус этой рябины? Потому что есть яблоко. Просто попробовав этот соус, мне кажется, никто не догадается, что является основным ингредиентом. Но черноплодная рябина дала такой благородный вкус соусу, приятную терпкость. В сочетании с кислинкой и сочностью яблок, соус получился идеальный. Как по мне, так он не только для мяса. Его можно со всеми блюдами есть. И просто так ложкой. Да, он очень полезный. Кстати, попробуй и просто так его. Полезно, что в рот полезно. Класс. Если у вас есть черноплодная рябина, вы можете готовить вот так и на каждый день его, и запасаться на зиму, как научил сам Вэл. Гениально, сам Вэл. Прекрасно. Спасибо. Спасибо, друг. Спасибо, подруга. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!